приветствую снова на канале рад что мы можем быть вместе заниматься любимым делом бритьем сегодняшнее бритье это начало бакла лезвий и сегодня у нас рапира platinum lux и спутник а почему именно я выбрал эти лезвия потому что они в ценовой категории в одной можно сказать это порядка где-то 10 гривен во вторых они очень доступны и очень распространенные лезвия и мне лично очень интересно сравнить эти оба лезвия в таком прямом баттле бритье у нас будет станком r41 мюлле но это у нас два станка мы сразу в два станка вставим лезвия пометил я резиночками желтенькой и розовенькой чтобы было понятно где какое лезвие с розовенькой резиночка у нас будет спутник а желтенькой рапира platinum lux помазком у нас послужит как обычно симпсон т-3 синтетика очень хорошо себя показал этот помазок при своей работе мыло мыло лимитка канала арт шевинг аромат розы мыло андре колдони очень хорошее жировое мыло мне она очень подходит для моей кожи моей щетины поэтому на протяжении всего батла лезвий я буду использовать одно мыло чтобы было понятнее как себя ведет лезвие при одних и тех же условиях то есть один станок одно мыло набрал я мыло здесь примерно пол чайной ложки это два с половиной три грамма что-то можно назвать крем мылом но это я бы назвал и назову конкретно мылом я думаю можно начинать взбивать пену потому что пена довольно таки хорошо взбивается быстро и качественно что побудило меня скажем так провести этот батл лезвий мне стало интересно на самом деле чем отличаются лезвия одни от других я на форуме к примеру читаю что многие пробуют различные различные лезвия и какие-то лезвия им подходят какие-то не подходят но опять же чтобы определить какое лезвие твое его нужно попробовать я решил пойти другим путем немножко добавлю водички я решил пойти вообще другим путем и сделать такой батл лезвий батл лезвий на вылет скажем так то есть батл лезвий на вылет подразумевает то что вот допустим из сегодняшних двух лезвий останется только одну которая выиграла выиграла этот батл можно конечно определять выигравшего с помощью различных табличек характеристик и так далее но это один из путей я да я сделаю такое описание коротенькое в своей теме на форуме и ссылку на эту тему я оставлю где можно будет посмотреть на какие-то определенные там записи в отношении тех или других лезвий которые я буду использовать ребята аромат розы конечно чудесный 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 очень очень нравится и вот наполняет сейчас не только помещение но и легкие этот аромат но я пойду другим путем я буду определять просто по скажем так ощущениями впечатлениям это просто нравится не нравится все то есть вот понравилось мне это лезвие в бритье я его оставляю в победителях то есть чисто такое субъективное суждение ведь те по сути то я для себя лезвие выбираю какое мне нравится а какое мне не нравится и потом в конце этого всего батла у меня будет победитель по моим ощущениям по моим ощущениям именно насколько мне подошло то или иное лезвие ну и видимо потом уже в конце этого батла я куплю себе новый блок вместо физера и буду им пользоваться я может быть куплю новый блок как раз физера такая у нас получается пенка немножко здесь у нас есть пузыречка поэтому капнем немножко водички и еще чуть-чуть не поработаем лезвие спутник это санкт-петербургские лезвия завод выпускаемый их принадлежит компании procter & gamble ну и соответственно жилета и таким образом это скажем так российские лезвия но с иностранным владельцем или с иностранным инвестором лезвие rpl или рапюра platinum lux выпускается в москве и можно сказать что это чисто российский продукт но насколько мне вообще известно пену мы взбили сейчас я немножко смочу лицо пена приятно ароматная ароматная ее много надо конечно мыло поменьше уложить потому что мыло очень экономное немножко поработаем но на лице такс обратите внимание просто немеряно пены очень много так давайте же установим лезвие рапира рапира вот такой упаковочке идет нужно посмотреть производителя двойной конверт у лезвия есть тяжело бы на то что эти лезвия подделывают но я рассчитаю что у меня хорошее лезвие так это вот первый конверт я его распаковал вот второй конверт значит у оригинала как говорят должно быть 4 точечки ну вот по сути точечки клея то есть оригинал приклеен ну приклеена она да но какая то вот печать мне конечно не очень нравится на этом лезвие итак я говорил что это лезвие у нас пойдет в R41 с желтенькой резиночкой так ну вылет лезвие хороший одинаковые везде все станочек держит лезвие отменно так есть спутник у нас выпускается вот такой вот коробочкой получается ну коробочка тоже классная но здесь нет вот этой возможности открывания поэтому я здесь разорвал коробочку так конвертик у нас здесь одинарный 4 точечки клея тоже с одной стороны чтобы лезвие не болталось здесь конечно вид лезвия посимпатичнее значительно лазером нанесенная надпись спутник и это лезвие мы сейчас установим станочек с розовой ручкой с розовой резинкой на ручке с розовой резинкой на ручке так мы имеем один станок и имеем второй станок два станка здесь у нас спутник а здесь лезвие РПЛ так немножко еще разобьем пену она там уже чуть поработала может даже чуть-чуть водички добавим мыло я дал однозначно много может казаться что пена суховато нет она жирная хорошая плотно лежит отлично на лице так бриться я буду в два прохода сегодня поперек роста и против роста лезвие спутник правая сторона слегка пощипывает лезвие щетину то есть это говорит о том что оно не настолько острое как мне хотелось бы я ни разу не брился этими лезвиями с Р41 лезвий но впечатление приятное от спутника однозначно впечатление приятное так давайте теперь РПЛ тоже ощущаются какие-то пощипывания но такое впечатление что есть какие-то вроде как пропуски что ли но работает достаточно мягко так спутник оставил мне одну точечку а РПЛ не оставил ничего качество качество бритья после первого прохода мы сейчас определим после умывания вот я смыл остатки пены можно так сказать что и одно лезвие или с одним лезвием и с другим я практически одинаково снял щетину практически одинаково ну и вот на ощупь тоже самое давайте нанесем сейчас еще раз пену побреемся вторым проходом пена конечно прекрасно отлично плотненько она в чашу совершенно не садится держит форму так правая сторона спутник против роста мягенькие хорошие лезвия и д д д и д Щекина растет вообще непонятно как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс. КРПЛ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что у меня против роста в эту сторону идет. Проведу мылом вот так вот, безбрею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и сертифичку вот так два прохода умываюсь и обсуждаем умылся вытерся можно посмотреть бритье не ББС, ДФС но вот такое, нормально сейчас еще щетинка спрячется в принципе два лезвия побрили меня одинаково одинаково классно побрили вот эти два лезвия, я даже смущаюсь сказать какое для меня лучше чисто субъективно я выберу спутник почему выберу спутник мне больше нравится само лезвие, красивая гравировочка на нем лазерная, второй момент что у нас оно продается на каждом углу скажем так а вот рапиру мне пришлось немножко поискать даже я его так сразу с лету найти не смог ну это моя ситуация я же говорю это чисто мои субъективные осуждения ребята я говорю что два лезвия очень качественные вот по бритью и мне реально очень понравились я не думал что вот спутник к примеру у меня это клево вообще мягенько хорошо побреет в 41 я думал физер это типа вау это все это круть ребята 8 гривен упаковка 8 минимум физер я могу купить за 35 на рынке 35 и 8 ну да там ну физером может быть можно побриться там 4 раза в 41 но этим я не знаю я еще попробую спутником вот этим побриться повторно и рапирой ну и на форуме в своей теме я там допишу еще этот пост в отношении там каких-то определенных моих еще там описательных каких-то моментах вот в отношении этих лезвий там какая-то табличка определенная я еще продумаю как ее сделать ну там цена типа там доступности в покупке и т.д. и т.п. ну и мне еще субъективно что показалось что спутник чуть-чуть как бы мягче ну вот и одно и второе лезвие как бы подергивало чуть-чуть щетину у меня при первом проходе но как бы спутник наверное все-таки чуть-чуть острее и поэтому меньше подергивало а так ну ребята бритьем доволен просто очень и повторюсь и одними вторым лезвием то есть я их поставил себе на заметочку спутника блок по-любому куплю это уже однозначно так ну и конечно же лосьон но у нас сегодня не лосьон у нас сегодня бальзам это у нас так называемая белая прораса ячмень и зеленый чай вот аромат мне тоже очень нравится аромат приятный такой в меру насыщенный ну и на зиму как раз не лосьон а бальзам очень тему ну некоторые ребята используют сначала лосьон а потом поверху бальзам для увлажнения кожи что я как-то конечно многовато его положил вещь кайфовая вещь недорогая то есть по скажем так критериям цена качество ну вот прораса их лосьоны бальзамы я конечно очень радуюсь очень радуюсь то что могу пользоваться за недорого хорошим продуктом ты заплатил там 200 грубо говоря 50 гривен ну или 10 долларов и ты долгое время долгое время пользуешься этим средством отличные ощущения отличная кожа чувствует себя мягенько пленки никакой нету но ощущается какой-то знаете такой как бы это сказать влажная такая жирноватая смесь на лице очень приятно лицо начало так пошить даже я бы сказал то есть отлично отличное бритье отлично мне понравились лезвия ну станки R41 это классика и классика не только у меня с лезвиями побреюсь еще раз и в теме у себя на форуме опишу это повторное повторное бритье ну и как я уже говорил в принципе свой субъективный выбор я дал спутнику хотя лезвие рапира себя тоже очень очень хорошо показало всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии пожалуйста подсказывайте что-то если я где-то не так говорю потому что вместе с вами обучаюсь я не считаю себя каким-то гуру я новичок в шейвинге и по сути вот вместе с вами я развиваюсь и учусь и очень благодарен вам что вы мне всегда тактично подсказываете в комментариях ну и так же если вы хотите видеть мои новые новые видео подписывайтесь на канал смотрите продолжение батла лезвий кто же будет победитель мне самому очень очень интересно всем чистой гладкой кожи и здоровья пока пока